Я, гражданин Республики Беларусь, Забавка Антон Васильевич, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. 123 раза слова присяги прозвучали в этот торжественный день на площади церемониала в Брестской крепости. Перед лицом командиров, товарищей, родных и близких, военнослужащие внутренних войск Брестской и Гродненской областей принесли клятву на верность Родине, и с этого момента произнесенные слова должны стать нравственным ориентиром для каждого из них. Для меня присяга значит очень многое. Сегодня я присягаю своему народу, своей республике, верности. Мой дед служил подводником, например. Мой отец служил, и поэтому я тоже достойно буду проводить службу. Это очень значимый день. Сегодня я становлюсь настоящим мужчиной, я принимаю военную присягу. Я очень горд служить своей стране. В строю крепких парней на этот раз и одна девушка. Ни армейская форма, ни строгая дисциплина не заставили ее отступить от своей цели. Была детская мечта, всегда привлекала служба в армии. Хотелось попробовать, что это, как это. Всегда уважение, смотря на мужчин форме. Но хотелось своим красотой и умением доказать, что мы не хуже их. Ряд военнослужащих здесь уже после высшего образования. Два врача имеется. И действительно уровень идет отбора, конечно, я не буду скрывать, он намного выше, чем другие подразделения. Что я хочу пожелать ребятам, чтобы это осталось в истории, мирного неба, здоровья, и чтобы они стали достойными гражданами нашей республики Беларусь. Позади месяц строевой тактической подготовки. День присяги по доброй традиции знаменует собой встречу с родными и близкими, которые пришли разделить этот волнительный и торжественный момент. Это волнительный день, потому что Дима, он хочет продолжить службу дальше и остаться работать в этой сфере. Поэтому для него это очень важно и для меня, это его будущее. Здесь принимает сегодня присягу наш друг, и мы хотим пожелать ему и всем, принявшим присягу, легкой службы и хороших командиров. После службы в армии юноши окрепнут морально и физически, а личная самостоятельность, закалка, приобретенные опыты, знания пригодятся каждому из них на протяжении всей жизни. Людмила Логодич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания «Буктовая». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...